Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами снова я, Пакидова Анастасия Дмитриевна и советы издательства просвещения молодым педагогам. Данный совет хотелось бы обозначить следующим образом. Всегда придерживайтесь четкой структуры организации образовательного процесса. Поставьте себя на место второклашек. Они только начинают получать оценки, им только начинают давать домашние задания. Надеюсь, вы согласитесь, что адаптироваться к этому им крайне сложно. Более того, перед тем, как вы берете второй класс, особенно если вы молодой начинающий педагог, вы проштудировали книгу для учителя, о чем мы с вами уже говорили, но я вам очень сильно рекомендую пообщаться с классным руководителем данного класса, посетить уроки, посмотреть, как работают дети, посмотреть, какие требования и правила устанавливает классный руководитель и другие учителя-предметники. Музыка, физкультура, рисование, все это очень важно для того, чтобы у вас сложилась определенная система тех правил и требований, которые вы можете предъявить ребенку. Более того, с самого первого урока вы должны обозначить свои четкие требования и правила. Было бы очень здорово, если бы это была единая система правил для того, чтобы второклассникам было намного проще адаптироваться. Более того, если учитель второго класса, классный руководитель просит отступать две линеечки от предыдущей записи перед тем, как начать писать новое число, записывать дату и так далее, прошу вас делать то же самое, чтобы ребенок не путался, что просит на русском, что просит на математике, что просит на английском. Следующий момент. Ребенок должен четко понимать, что вы от него хотите, но не только ребенок. Очень четко это должен понимать также родитель этого ребенка. Поэтому расскажу, что делаю я. Каждый раз в мае месяце я прихожу на собрание к классу или передаю классному руководителю бумажку, где четко написано все то, что мне будет необходимо на уроке. Мне всегда нужен учебник, мне всегда нужен сборник упражнений для начальной школы, рабочая тетрадь, либо портфолио, либо мы его не ведем, все зависит от класса и группы, потому что я с ними уже могу быть знакома. И более того, мне необходимо несколько обычных тетрадей. Одна тетрадь рабочая, в которой мы выполняем упражнения, записываем определенные моменты, необходимые мне во время урока. И вторая тетрадь, 24 или 48 листов, начинаем вести во втором классе для записи теоретического материала. Вы можете сказать, что сейчас есть интернет, все правила есть там, в принципе, в всех учебниках сзади имеется grammar reference, но если ребенок самостоятельно прописал правила, списал его с доски и так далее, у нас подключается еще механическая память. Соответственно, ребенок лучше понимает то, что он записал. Более того, пока он писал, он же думал, что он писал, соответственно, правило еще лучше запоминается. Более того, вы должны очень четко следить за тем, чтобы все, даже мельчайшие ваши требования и правила всегда неукоснительно выполнялись. Так, например, ученикам второго класса нужно четко проговаривать такие банальные, на наш взгляд, моменты. Открыли книги? Сделайте паузу, посмотрите, что реально весь класс открыл книги. Закрыли книги, убрали в сторонку. Здесь очень важно следить за тем, что опять-таки каждый ученик класса это сделал, потому что у вас может быть задание, которое связано, например, с картиночкой. У нас в четвертом классе, когда мы работаем над предлогами, есть задание. А теперь закройте книги и вспомните, что было на картинке и расскажите. А если вдруг вы не уследили, что кто-то остался с открытым учебником, задание пойдет, соответственно, на смарку. Более того, ребенку второго класса, да и в принципе учащемуся начальной школы, очень важно создать условия безопасности на уроке. Это только с виду они могут быть такими активными, на все готовыми и бесстрашными. А где-то в глубине души они могут до дрожи в коленках бояться предмета нового неизвестного языка. Именно поэтому психологи советуют в начале, в конце, и я иногда даже добавляю, в середине урока проводить определенные ритуалы, которые помогают ребенку сразу адаптироваться и включиться в работу именно на иностранном языке. Скажем так, погружает ребенка в иноязычную атмосферу. Так, например, во втором классе в самом начале, даже на первом занятии, когда дети ко мне пришли в первый раз, мы сразу строим мини-диалоги, то есть работаем в парах. Hello, I am. Ребенок представляется. Заодно нам, как педагогам, очень хорошо сразу запомнить, где сидит Маша, где Петя и так далее. И goodbye. Таким образом, каждый ребенок сказал всего три реплики, но он сразу погрузился в иноязычную атмосферу. Он сразу понял, что здесь никакого русского языка максимально, да, мы все-таки стараемся от него уходить, не будет. И, соответственно, он чувствует себя в безопасности, когда через несколько уроков, приходя на урок, он понимает, что сейчас он будет составлять диалог. Да, мы будем постепенно добавлять фразы, мы будем расширять эти диалоги, но суть остается та же самая. Ребенок понимает, чего от него хотят, чего от него ждет педагог, соответственно, он чувствует себя в безопасности. То же самое касается момента проведения этапа саморефлексии в самом конце урока. Частично молодые коллеги, и не только молодые коллеги, забывают провести данный этап, однако, на мой взгляд, он жизненно важен не только для того, чтобы следовать в ГОС, но и для того, чтобы обезопасить себя с точки зрения педагога и, соответственно, подвести действительно логичный итог во время урока. Итак, в конце, на этапе проведения саморефлексии. Очень вам рекомендую оставить 1-2 минуты для того, чтобы дети сами назвали, какие виды работ сегодня были на уроке, какие виды деятельности были, чем они занимались, что интересное было, какую песенку спели, под какую песенку станцевали и так далее. Это поможет им, придя потом домой, ответить на вопрос мамы, чем они занимались на уроке английского. Не только играли, потому что дети 2-го класса запомнят именно это, они должны вспомнить всё конкретно, то важное, чем вы с ними занимались. Более того, как уже сказала, в середине урока тоже очень хорошо провести подобный ритуал, но это в нашем понятии физкультминутка. Учебник английского языка Spotlight для 2-го класса на самом деле изобилует песенками, которые можно исполнять, сопровождая различными движениями. Как-то посчитала на 68 уроков за учебный год в Spotlight для 2-го класса целых 27 песен. Таким образом, если мы не берём в расчёт всевозможные контрольные, самостоятельные и так далее, у нас получается, что почти каждый второй урок – это новая песенка. Чего греха таить сама иногда. Люблю подвигаться, соответственно, размяться и снять напряжение во время исполнения песенки с движениями вместе со своими учащимися. Более того, все мы помним о здоровьезберегающих технологиях. Эта физкультминутка жизненно необходима детям. Они во втором классе не могут усидеть 45 минут. Вы себя представьте, сидеть столько времени на одном месте и ещё что-то делать – это крайне физиологически сложно. Поэтому разминка очень сильно нужна. Более того, иногда в учебнике бывают песенки, движения под которые лично я сразу придумывать не могу. Поэтому очень всегда хорошо идёт, когда можно обратиться к детям с вопросом о помощи. Давайте вместе с вами придумаем движения для этой песенки. Представляете, как у них сразу растёт мотивация. Учитель попросил у них помощи, значит, учитель в них верит, им доверяет и, соответственно, любит и хочет работать дальше. Следующий момент. Необходимо сказать, что перед тем, как начать работать со вторым классом, очень необходимо повторить возрастную психологию. Мы с вами уже в цикле этих видеороликов затрагивали тему детей поколения Z, их особенностей, характеристик и так далее. Но очень чётко вам могу сказать, что как только вы повторите все возрастные особенности, работу правого или левого полушария мозга у детей, на что делать акцент в каждом конкретном возрасте, у вас результаты пойдут в гору. И это точно факт. Надеюсь, наши советы вам помогут. Спасибо.